Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, сегодня выпуски. Профессиональные кадры селу. Востребованные молодые специалисты могут получить земельный участок в сельской местности. В преддверии дня жестянчика практические советы от автоэксперта, как не попасть на скользкую дорожку этой зимой. Прославляющая Анапу. Воспитанница детской школы искусств номер 2 получила всероссийскую премию, а ученицы первой школы продвигают инициативы на федеральном уровне. Как привлечь молодые профессиональные кадры в село? Только решив для них вопрос с жильем, давно известна истина. В Краснодарском крае действует закон, в рамках которого гражданам наиболее востребованных специальностей предоставляются земельные участки в безвозмездное пользование. В сельской местности все еще ощущается нехватка медицинских кадров и школьных учителей. Муниципалитет заинтересовывает специалистов выбирать конкретные станицы, где обеспечат вновь прибывшего работника земельным участком. Вопрос обсудили на рабочей планерке у заместителя главы города по социальным вопросам Людмилы Мурашовой. Подробности реализации этого закона в Анапе рассказал начальник управления имущественных отношений Михаил Анохин. Он подчеркнул, в каких специалистах особенно нуждаются муниципалитеты. На территории Анапского сельского округа здравоохранение по специальности специалистов с высшим медицинским образованием, скорая медицинская помощь, образование по специальности педагогика и методика начального образования, математика, русский язык и литература, физическая культура, технология. Врач-терапевт и специалисты на неотложку, а также педагоги иностранного языка, начальных классов, русского языка и литературы, физкультуры необходимы в виноградном сельском округе. В Гостогаевской правом получения земельного участка будут пользоваться педиатры, терапевт, врач на скорую помощь. И так каждом сельском округе ждут этих специалистов и готовы их поддержать. Как известно, одной из основных проблем существующего здравоохранения, не только Анапы, но и всей Российской Федерации, является дефицит кадров. Мы, к сожалению, тоже укомплектованы в объеме 60%. И руководством края, губернатором, законодательным собранием, главой города делается необыкновенно много для привлечения врачебных кадров. Принятое решение выделения земельных участков решит проблемы, я думаю, не одного десятка врачей, семей врачей. И позволит и привлечь из других территорий специалистов к нам, и закрепить, имея свой собственный участок земли, уже работающих у нас врачей, когда они смогут решить свои жилищные проблемы и просто перестанут думать о поиске жилья за пределами других территорий. Несомненно, это привлечет именно тех специалистов, в которых нуждаются сельские поликлиники и школы, ведь земельные участки будут выделяться без проведения торгов. О механизме выделения таких участков для сельских специалистов подробнее можно будет узнать в Управлении архитектуры и градостроительства. Девятиклассницы из Анапы, которые в этом году завоевали второе место на федеральном конкурсе законодательных инициатив, намерены продолжать продвигать свою идею. Учащиеся первой школы предлагают ввести в обязательную программу уроки права, начиная с первого класса. Педагоги поддерживают идею именно как профессионалы. Только что закончились уроки у девятиклассников. Среди них Лилия Аганисян и Екатерина Степанькова. Они давние подруги и вместе считают, что правоведение необходимо изучать в обязательном порядке, начиная с первого класса. Для этого требуется внести изменения в закон об образовании. Логика простая. Если в Конституции написано, что государство является правовым, то не только права, но и обязанности должны понимать все без исключения. Мы пересмотрели статистику за 2013-2014-2015 годы. Мы поняли то, что очень большой рост правонарушений, именно совершенных несовершеннолетними, это школьники. И поэтому, чтобы дети не совершали эти правонарушения, им нужно знать свои права, свои обязанности. То есть пребывать их с юных лет, школьные уроки. Идея к ученицам пришла два года назад. Они учатся в специализированном классе с упором на социально-правовые дисциплины и экономику. Во внеклассное время ребята агитируют сверстников, часто в игровой форме. Опираясь на собственный опыт, они предложили методику. Круглые столы, обсуждение, кружок юный правовед. Для самых маленьких – азбука права. Мальчик у нас из бригады. Он как будто бы ушел в физкультуру, на урок. А девочка делала домашнее задание, и ей потребовался ластик. И она без разрешения залезла к нему в портфель, и показывала, что право нарушалось неприкосновение с частной собственностью. Это работает, потому что дети, когда они игроки пассивные, это совершенно неэффективно. Вот та же бумажка, бросил бумажку и пошел. А вот когда он уже на уроках, проиграли с ним, проговорили, проучили, что это штраф будет, что это нельзя мусорить и так далее. Это всегда эффективно, начиная вот с этих самых чистых подъездов. Галина Высоких – классный руководитель. Помимо прочего, отмечает настойчивость своих учениц. Уже два года девушки продвигают свою идею. Сначала на школьном, затем на муниципальном и краевом уровне. В этом году работа под названием «Проблема правового воспитания школьников» заняла второе место на 11-м всероссийском конкурсе «Моя законодательная инициатива», который проходил в Москве в здании Государственной Думы. Подруги и единомышленницы говорят, что не намерены останавливаться на достигнутом и в будущем году вновь предпримут попытку занять первое место. Они надеются, что инициатива превратится в реальный законопроект. И еще одна напчанка прославила наш город. Кристина Кутовая, воспитанница детской школы искусств номер 2, получила Всероссийскую премию «Талантливой молодежи». Всего лареатами престижной награды стали 8 кубанских школьников и студентов. Данная премия является мерой финансовой поддержки федерального уровня и вручается за успехи в обучении и творчестве. За морем синичка Победительница всевозможных краевых и международных фестивалей, одна из ведущих вокалисток ансамбля «Соловейка» Кристина Кутовая. Пришла в коллектив 12 лет назад на отделение музыкальный фольклор в класс преподавателя высшей категории, заслуженного работника культуры кубани Ирины Базарь. Благодаря своим талантам, терпению и трудолюбию несколько дней назад стала обладательницей Всероссийской премии «Талантливой молодежи». Она сказала мне про мою награду. Я, конечно, очень обрадовалась. Я была на седьмом небе отчасти, где-то награду Российской Федерации. Я не ожидала такого. В ее сольном репертуаре звучат русские, украинские и кубанские песни. Свои выступления Кристина всегда украшает активной танцевальной ритмикой. Говорит, что главная задача для нее не просто спеть, а обыграть сюжет песни. Также признается, что своей успешной вокальной карьерой обязана ансамблю «Соловейка», в котором нашла не только свое призвание, но и настоящих друзей. Почти каждый день у меня занятия в музыкальной школе. Мы занимаемся с Ириной Эдуардовной здесь. И пением, и танцами, и разговариваем тут с друзьями, находим новых друзей, общаемся. Здесь в «Соловейка» можно получить любую поддержку от друга. В «Соловейке» это практически вторая семья, не практически, а вторая наша семья. И все здесь любят друг друга, все поддерживают друг друга. Сейчас Кристина помогает педагогу заниматься с младшим составом ансамбля. Кроме этого, готовится к новому конкурсу «Кубанский казачок», который совсем скоро пройдет в Краснодаре. Но самая заветная мечта – стать студенткой Краснодарского института культуры и пополнить ряды исполнителей «Кубанского казачьего хора». Впрочем, для этого у анапской вокалистки есть все шансы. Завтра первый день зимы, который Кубань встречает снежным циклоном. Во многих районах края из-за снегопада произошли массовые аварийные отключения электроэнергии. На дорогах ситуация не лучше, в плохие погодные условия учащаются случаи ДТП. Хотя Анапе и повезло, у нас пока циклон коснулся меньше остальных районов, но тем не менее автоэксперты советуют подготовиться к зиме всем, кто этого еще не сделал. Для автолюбителей зима – это настоящая проверка на прочность как водительских навыков, так и технического состояния авто. Поэтому к холодному времени года машину следует готовить заранее. Многие обращаются в автосервисы, где машину полностью обслужат специалисты. Есть и водители, которые готовят автомобиль к зиме самостоятельно. В обоих случаях автовладельцам будет полезно знать о нюансах подготовки и о том, на что следует обратить внимание в первую очередь. При наступлении холодов нужно обратить хорошее внимание на охлаждающую систему в моторе. Обратить внимание, соответственно, на жидкость, которая залита в омывателе. Это должно быть не замерзающее. Потом нужно обратить внимание на ядроусилитель, на все эти соединительные моменты, шланги, патрубки. Соответственно, картерную систему тоже надо посмотреть, чтобы нигде не было подсоса воздуха. Соответственно, потому что при наступлении холодов резиновые соединения все дубеют. Соответственно, нужно будет обратить на это внимание. Потом также рекомендуется заменить масло на более жидкое, то есть по вязкости. И нужно обратить внимание на состояние резины. Соответственно, это более всего важно, наверное. К нашему климату более подходит резина без шипов, то есть липучая. Кроме этого, чтобы избежать замерзания дверных замков и примерзания уплотнительных резинок дверных проемов, специалисты рекомендуют обрабатывать детали специальным силиконовым составом. Но самый главный совет как от автоэкспертов, так и от сотрудников госинспекции – это быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и не использовать экстренное торможение при гололеде. А я напоминаю, что наш генеральный партнер, производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин